Одна из самых ярких картин известного узбекского кинорежиссёра и сценариста Али Хамраева в 1980 году была удостоена гран-при на фестивале в Сан-Рема. На тот момент фильм «Триптих» не был принят в Узбекистане, и Али Хамраев пытался защитить свою работу. И вдруг неожиданно поступил звонок из Москвы от большого человека из Госкино. Он мне говорит, Алик, укради копию фильма, отправь в Москву, мы должны сделать итальянские субтитры. Фильм посылают по решению ЦК КПСС на кинофестиваль международный в Сан-Рема Италию. Но никому об этом не говори. Хорошо? В Афганистане были наши танки в это время, весь мир нас бойкотировал. И вы знаете, мы завоевали гран-при, и это было для меня и для моих товарищей, которые работали в авторском кино, очень большим подарком. Сегодня картину «Триптих» называют жемчужиной узбекского кинематографа. В своём творчестве Али Хамраев защищает человеческое достоинство. Не чужда была режиссёру и революционная тематика. С революционной темой так получилось, что она очень нужна была идеологии, которая тогда главенствовала в Советском Союзе. Но я договорился с коммунистами, что один фильм я буду делать для них, но тогда они мне дадут сделать после этого фильм для себя, авторский фильм. То, о чём я думаю, то, что меня волнует. И они держали своё слово. Таким образом революционная тема проникла в творчество художника. «В любом случае, снимая фильмы на революционные темы, я оттачивал режиссёрское перо», – говорит Али Хамраев. «Вдохновение всегда и везде должно преследовать творца. Где бы ты ни находился, чем бы ни занимался, тебя всегда должны посещать идеи и гениальные мысли. Вся наша жизнь – это вдохновение», – говорит режиссёр. «Это вдохновение отражается в десятках режиссёрских тетрадей, записей. Я иногда поднимаю записи в режиссёрских своих записных книжках. 1972 год, поезд «Ташкент-Москва». Там записан эпизод и диалог. Я говорю, ну, Хамраев, как же ты это не снял?» Режиссёр отметил, что неделя азербайджанского кино в Узбекистане прошла с большим успехом. Единый тюркский мир, единый народ, понимающий язык друг друга. Дружба между кинематографистами должна перейти на следующий этап, уверен Хамраев. Мне очень нравится, что сегодня азербайджанский кинематограф, он набирает силу. И я думаю, что наступил момент, когда должны быть совместные постановки между узбекскими, азербайджанскими кинематографистами. Сейчас в Азербайджане царит удивительная атмосфера творчества, говорит Али Хамраев. Азербайджанская культура очень привлекает режиссёра. В особенности ему приглянулась фольклорная музыка «Мугам». Я в фильме «Я тебя помню» командировал Рустама Хамдамова, моего художника и ассистента. Поезжай в Баку, мне нужны «Мугам». И они привезли записи. Это вы знаете, там детские голоса пели «Мугамы». Это гениально. Робертина Лоретти отдыхает. Отдыхает. Эти записи до сих пор держу дома. Впервые в Баку режиссёр оказался в 1974 году. Город оставил приятные впечатления, и с каждым визитом они становились всё более яркими. Вы сохранили старый город. Вы сохранили свою культуру. Вы её развиваете и развиваете. И ваша музыка, литература, живопись, ваши люди, они удивительны. Я гулял по вечернему Баку, меня поразила молодёжь. Поразила молодёжь. Говорят по-английски, говорят по-турецки, говорят по-русски. Я с ними говорю по-узбекски, меня понимают, и я их понимаю. Мы один, тюркский мир. Мы должны быть вместе, взаимодействовать, помогать друг другу.